Всем привет! Сегодня такое необычное видео. Я решила показать, что я купила. Мне вчера как раз сделали такой запрос. Попросили снять видео о своих покупках еды. Как раз сегодня ездила в магазин в Магните. Я в Ашане выкладывала продукты и решила показать вам, что я ем. В принципе, вы и так видите, что я ем в моих видео. Но не всегда всё в них попадает. Так, покажу вам. Стол. Что вообще у меня лежит на столе? Это немного темно. Чаша с продуктами. Ой, с орехами. Здесь арахис, семечки. Не буду шуметь. Какие-то ещё орехи. Семеналь на хлебцы. Цельнозерновые. Здесь у меня отрубедженные, овсяные. Это вообще жиповник лежит здесь. И чернослив. И финики. Там просто коробка, в ней лежал сахар, но я не ем сахар. Это у меня на профилактике пью. Здесь клетчатка. Я её добавляю в творог, либо в йогурт. Там дальше ничего интересного. Там изюм. Лежит и мёд. Так, что я купила сегодня? Молоко. Обычно молоко 2,5% жирности. Обычная геркулезовая каша. Я покупаю другую, но её не было. Я купила эту. Я вообще обычно езжу каважан. Но сегодня я поехала в гипермаркет магнит. Не люблю маленькие магниты. Обычно там нет выбора. И часто бывают испорченные продукты. Точнее не испорченные, а... Да, испорченные, прогнившие овощи. Не продукты, а овощи. По крайней мере, в моём магните. Двух магнитов возле моего дома. В гипермаркете всё по-другому. Там гораздо больше выбора. И хорошие продукты. Что меня очень интересно. В общем, я купила вот такие хлопья. Какие-то крокотинки карамельные. Я хотела купить подушечки. Я вообще, в принципе, против всех этих быстрых завтраков. Особенно кукурузных. Так как они не полезные и калорийные. Но что-то мне начинает надоедать овсянка. Притом я очень удивлена. Потому что я была вообще овсяночный маньяк. Ну, в общем, немножко поднадоедает. И я вот решила купить хлопья. Я хотела купить подушечки. Но там было жира. Не фокусирую. Там было жира. 13 грамм жира на 100 грамм. А здесь? 3,5 грамм жира. Фокуса нет вообще. Что не удивительно. Ибо я снимаю на альфон. Так, здесь у меня руккола. Салат руккола. В таком. В таком. Крышочке. Я хочу сделать шаурму. Поэтому я купила лаваш. Хотя я тоже против хлеба. Лаваша и хлебцев. И всего такого. Но что-то вот я не могу никак перейти прямо на правильное питание. Такое. Я купила черри. Черри. Для салата. Ой. Для шаурмы. И также. Мягкий сыр. И авокадо. Это все для шаурмы. Блинчики с творогом. Я покупала несколько раз. Блинчики. С разными начинками. Разных фирм. Мне не нравились. Они были очень. Да, обломала начинки. Какие-то они были невкусные. Эти блинчики мне очень нравятся. Я сразу обжариваю все. И кушаю их там. По две штучки. Чтобы снова и снова их не доставать. Не жарить. Сразу все обжариваю. Также я хочу сделать салат. Крабовые. Поэтому я купила. Кукурузу. Так. Горошек. Кукурузу горошек. Рис. Это рис. Не отшлифованный. Он вот такой вот темный. Не дикий и не бурый. А дикий бурый, кстати, стоит дороже, чем вот такой рис. Или отшлифованный. Но этот рис в любом случае полезнее не отшлифованный, чем обычный белый отшлифованный рис. В обычном белом рисе практически нет никаких полезных веществ. Потому что все самое полезное в это волокно. Его как раз таки убирают от шлифового риса. Майонез легкий. На самом деле майонез этот я покупала не сегодня. То есть это не новая пачка. Просто я хотела вам показать, что... Показать и сказать, что майонез это не всегда страшно. В том плане, что если сравнивать майонез с другими продуктами. Скажем, вот с этим десертом или с какими-то шоколадками, то майонез в принципе не вреднее, чем всякие шоколадки по составу. То есть здесь насло, яичный порошок, желток точнее. То есть если вы не на ПП, если вы не на активной стаде паудения, если вы едите шоколадки, то я думаю не стоит бояться и майонеза. Потому что здесь состав намного хуже, чем во всех этих шоколадках, где гидрогенизированные шары и так далее. В общем, вот этот майонез я покупаю, потому что в обычном майонезе 67% жира. А здесь 20 грамм на 100 грамм. То есть он гораздо менее жареный. Также я купила желе. Сегодня как раз смотрела передачу по первому каналу «Теория заговора», кажется, называется. И там мы рассказывали про желе, вообще про сладости. Насколько сладости портят супы и портят ли вообще. Рассказывали, какой лучше выбирать мармелад. Какое лучше выбирать? Это я сейчас забыла название. Пастила, пастила. Вот, какую лучше пастилу выбирать. И там было сказано, что нужно выбирать пастилу, в составе которой яблоки, а не яблочное пюре. Я была сегодня в магазине, я не нашла ни одну пастилу, где были бы яблоки, а не яблочное пюре. Вот. И сказали, что мармелад очень-очень полезен. Это не мармелад. Это желе. Тем не менее, оно тоже полезно. Хотя здесь, конечно, в составе ежки наверняка. Но, тем не менее, это лучше, чем шоколадка. А вообще, желе лучше делать самим. Так же я купила вот такой мармелад. Еще была в этой передаче. Сказано, что мармелад лучше покупать такой, который не очень насыщен вот такого яркого цвета. Чем бледнее мармелад, тем лучше. Значит, в нем меньше красителей. Вот. Но здесь тоже не очень состав. Здесь ежки какие-то, еще что-то. Но это было лучше. И все. Это был лучше мармелад из остальных. Которые были в магните. Так, а что еще? Здесь я все показала. Ну, яйца. На салат. Я хочу сделать запеканку. Поэтому я купила. Творог. Четыре пачки творога. Супер дешевый творог. На вкус очень даже нормальный. Всего 33 рубля. Да. Обычно творог стоит минимум 40 рублей. И это не творожный продукт. То есть это творог. Купила муку. Пшеничную. Хотела поменьше. Но была только такая огромная. Двух килограммовая. Так. Ну, здесь из фруктов я купила яблоки. Яблоки, грибфруты. Так. Что у меня еще здесь? Я купила салат. Это типа отелье. Но здесь только мясо. Без такого пазы мяса. Квашная капуста. Квашная капуста. Два десерта. Один. Карамельный. Не вижу. Пирожное бисквитное заблазанное. Вообще он назывался карамель. Мне кажется. И вот еще с фруктами. Десерты я поем. То есть покажу их еще. Сырки. Конечно, здесь ужасный состав. Но бывает срочно. Надо выпекать. Хочется кушать. Или нужно что-то взять с собой. Поэтому купила сырки. Но лучше сырки делать самим. Я делаю. По-моему, даже показывала видео, когда была на ПП. Просто раздавливать шоколад. Только хороший шоколад. Кстати, в какой-то программе тоже на днях, по-моему, контрольная закупка. Мы хвалили Победу. Шоколад Победа. У него действительно хороший состав. Я его тоже уже показывала. Какао. Какао тертое. Мальтитол. Подсластитель. Какао порошок. Приплётики нули. Какао масло. Ароматизатор ванилина. Эмулькаторы лицетина. Натуральный подсластитель стиви. И все. В принципе, довольно-таки хороший состав. Стоит 70 с чем-то рублей. И 72% какао. Вот можно растопить вот такой шоколад. Обмазать им формочки. Обычные силиконовые для выпекания. Или какие-то формочки. И смешать творог с тем же мёдом. Или с каким-то джемом вареньем. В магните у нас очень классно. Продается джем из топинамбура. Кто не знает что такое топинамбур. Посмотрите в интернете. Это корнеплод. В общем. Там в составе только топинамбур. Вода и вишня. Джем из топинамбура с вишней. И дешёвый конечно. Но это супер состав. И просто можно добавить творог с джемом. В эти формочки. Можно свежие ягоды добавить или замороженные. Всё это отправить в холодильник для состывания. Вот вам сырки полезные. Также я купила крабовые палочки для крабового салата. Это осетинский пирог с творогом и зеленью. Ещё покупала с картошкой. Но я его съела по дороге. Была очень голодная. Против теста. Против всего такого. Но не могла удержаться. Приехала в этот магнит. Там столько выпечки. Столько готовой еды. Что просто я не удержалась. Также йогурты. Активия. Обожаю эту Активию. Я вам показывала термостатную. Но её не было. Творожок. Творожная коллекция. Но я уверена, что это просто творог. Скорее всего, какой-то творожный продукт. Хотя написано, что изготовлен из творога. Не знаю. В общем, он очень нравится. И называется здесь у меня сметалё. Саушкой называется. Так. Био-йогурт. Обычно пио-йогурт. Здесь у меня курица. Я купила в ней соус терияги. Я обожаю соус терияги. Очень люблю. Но он не везде одинаковый. Я ела в Востфуде. Я заказывала отдельно соус терияги. Не вкусный. Здесь у меня лимон. А нет, еще вот заморозки. Фасоль. Люблю делать с яйцом. Тыква. Добавляю в кашу и мексиканская смесь. Перец, горошек, кукуруза, морковка и все. Кстати, что касается этой фирмы каждый день. Это Вашановская фирма. Я не знаю, если она в других городах. Но у нас в Краснодаре есть. И я раньше скептически относилась к ней. Я думала, что раз дешево, а продукты этой фирмы дешевле, чем другие. Я думала, что качество не очень. Но да, я покупала какие-то продукты фирмы каждый день. Опять-таки говорю, это Ашановская фирма. Ашан производит. Я покупала какие-то продукты. Они были не очень хорошего качества. Я имею в виду не очень вкусные, допустим. Или... Ну да, скорее просто не очень вкусные качества. Может быть нормально. Но что касается саморозок. Еще каких-то других продуктов. Там ванные диски. Или... Не знаю, что у них я еще покупала. В принципе, я не так много покупала. Продукты этой фирмы. Но почему дешевле? Потому что Ашан не тратит деньги на маркетинг, рекламу. Там какую-то крутую упаковку и так далее. Поскольку Ашан это производит. То есть они вкладывают деньги в маркетинг. Поэтому цена снишена. А зачем платить за рекламу и за упаковку? В принципе, тыква. Все эти смеси. Хавайская, мексиканская. Которые я постоянно покупаю. Либо фасоль. Либо еще какие-то продукты. То есть смысл покупать... Тихо. Смысл покупать. Переплачивать. Точнее, это я покупала не сегодня. Просто хотела вам показать. Чем питаюсь в том числе. Вот это я покупала не сегодня. И майонез. Все остальное я купила в магните. Так. А я еще буду кушать. Курицу со соусом терияги. С салатом. И с... С пирогом. Сниму видео. И еще съем десерт. И дай бог мне не потолстеть. Ну все. Я не знаю. Я не уверена, что такой формат видео кому-то понравится. Но поскольку попросили снять. Я сняла как бы. Посмотрим на отклики. Может когда-то я еще сниму подобное видео. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Пума, посмотри сюда. Скажи всем привет. Или пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok